здравствуйте друзья с вами видеоканал записки моделиста и сегодня у нас очередной обзор на модель фирмы академии это легкий немецкий танк 35т модель новая но посмотрел в интернетах что-то как-то не особо обзоров на эту модель поэтому решил сделать обзор но такая коробка достаточно симпатичный бокс арт на боковинах мы видим собранную модель уже наборе идут две фигурки номер по каталогу 13 280 на другой стороне коробки указано краски причем хочу отметить что достаточно много фирм указаны тут и хамброу и газовские краски и лайфскала и тестера модуль мастер рэбл 2 лего вот как написано на коробке модель изготовлена по так оригиналу из исторического военно-исторического музея праги ну давайте посмотрим что у нас коробки так коробку у нас пакетики с литниками темно-серый пластик начнем пожалуй с инструкции инструкция видим раскладушки формата а4 на первом листе у нас картинка с бокс арта и таблица с краской даже никакой исторической справки здесь нету расшифровка условных обозначений и другая информация и сразу у нас начинается сборка если посмотреть на обратную сторону струкции то здесь мы видим как раз расположение деталей то есть у нас раз два три четыре пять шесть семь литников некоторые детали не используются некоторые литники у нас двойном экземпляре ну посмотрим это попозже подробно инструкция напечатано очень качественно все четко напечатано картинки достаточно большие то есть принципе не надо напрягать глаза смотреть что там разглядывать все достаточно подробно расписано также вот обращается отдельное внимание таким значком восклицательным знакам на какие-то места в сборке на которые следует обратить внимание то есть быть внимательным при сборке но начнем пожалуй значит на первом шаге у нас собирается ванна корпуса и катки вот на втором этапе собираются звездочки поддерживающие катки и также тележки с катками с основными далее на третьем этапе у нас устанавливаться катки и тележки с катками на корпус и монтируются гусеницы на пятом этапе у нас идет сборка верхней крышки основного корпуса ну и также при желании можно фигурку механика водителя сюда воткнуть тут же дана схема окраски фигурок ну и на пятом этапе тут устанавливаются некоторые мелкие детали на переднюю часть танка выводы антенн пулемет фара и так далее люки люк механика водителя соответственно если мы фигурку не делаем можно сделать закрытым далее так как раз на шестом этапе собирается мелочевка интересно достаточно тут на шестом этапе буквально нечего собирать почему выделили в отдельный этап ну да ладно так на седьмом этапе у нас идет опять же сборка канистр установка их на корпус шансы инструмент сборка левого борта на 8 этап идет установка сборка правого борта здесь у нас глушитель там крат ну и на заднюю часть устанавливаются ходовые огни и задние крюки на девятом шаге у нас уже идет начинается точнее сборка башни собирается пушка сама башня командирская башенка опять же варианты можно сделать люк либо закрытым либо открытым и поместить фигурку принципе все вот десятый шаг это соединение корпуса танка из башни на этом сборка заканчивается но еще один есть разворот точнее 11 шаг еще есть на котором предлагается два варианта установки канистр и трос первый вариант дается на танк из танковой дивизии периода 1940 года франция и второй вариант дается шестой танковой дивизии 41 год россия на этом инструкция оканчивается переходим непосредственно к литникам итак в первом пакетике у нас несколько литничков во первых эта башня выполнена одной деталью очень аккуратненькие клепочки по всей башне сделаны достаточно все качественно пролито причем тут имитированы не только клепки но и я так понимаю болты потому что здесь шляпки утоплены видимо в конструкции танка еще болтовые соединения применяются ну возможно я ошибаюсь но отчасти к сожалению я не владею данной танка далее маленький литничок так с какими-то полочками а скорее всего это полочки для дополнительных под канистр которые устанавливаются на корпус танка так дальше дальше литничок у нас здесь у нас расположены фигурки танкистов причем нужно сказать что голов для фигурок 4 штуки пролито все достаточно здорово правда вот на фигурках такой достаточно заметный стык от пресс-форм виден особенно на головах вот наушники здесь идут туловище и вот на руках здесь немножко облоя видно видно так что еще у нас здесь основание башни люк командирской башенки маска орудия самого орудия уже дано в одну деталь что радует ну литье очень хорошее качественно все пролито достаточно хорошо облоя на детали и каких-то других дефектов типа утяжин и так далее недоливов я не вижу очень хорошо все единственное что следы от толкателей есть на обратной стороне детали но надеюсь что они будут расположены в таком месте что не повлияет не будет видно так переходим к следующему летнику это у нас основной корпус так крыши основного корпуса опять же все достаточно качественно заклепочки все все очень ровненько сделано так так как видите небольшой скорее всего будет вот эта верхняя крышка 10 сантиметров всего длину имеет пролито все очень хорошо так так основной корпус у нас собирается из нескольких деталей это днище боковые стенки и по всей видимости это наверное задняя или передняя плита не знаю пока вот тоже все очень здорово отлито все клепочки аккуратненько пролиты облоя или утяжин или еще каких-то дефектов я не вижу все достаточно аккуратно сделано ну длину вот например нижний лист почти 12 сантиметров то есть танк небольшой по размерам так идем дальше следующий литник здесь как мы видим у нас веревочка которая призвана имитировать трос так и на этом литнике у нас представлены ну во первых полки луковые так глушитель домкрат домкрат брусок под домкрат ну разные стенки шанс в инструмент ковики ну и так далее ряд других деталей ходовой еще здесь же опять же все очень достаточно хорошо пролито полки с внешней стороны имеют такой характерный уже скос чтобы они казались толстыми производитель уже позаботился о нас чтобы не стачивать не уменьшать толщину потому что полка деталь длинная и тонким пластиком ее очень опасно делать она могла сломаться а может или тело так не позволяет точно не скажу но сделана уже фаска по периметру для уменьшения так сказать визуальной толщины полок очень здорово опять же детальки все пролиты очень хорошо никаких никакого облоя я не вижу стык от пресс-форм есть но он буквально наглушитель сейчас смотрю минимально убирается очень легко очень здорово сделано так следующий литник у нас точнее два литника одинаковых это у нас канистры и траки опять же все очень здорово сделано никакого облова ручки канистры аккуратно на самих канистрах даже видно какая то маркировка ну во всяком случае я могу прочитать 1937 год и тут еще что то какие то цифры и значок какой то очень здорово траки тоже очень хорошо отлиты все четко никакого облоя верхняя часть гусеницы уже имитирован провис очень здорово на самом деле следов оттолкателей на гусениц нету никаких ну почти нету хотя вот немножко есть буквально еле заметны вот я даже не с первого раза и увидел маленькие между зубьями практически незаметно то есть даже можно не заморачиваться я не видел на самом деле очень здорово мне нравится посмотрим конечно как это все будут сборы собираться так и последний у нас пакетик опять же два литника одинаковых это у нас катки и части ходовой ну вот основные катки тележки здесь какие-то рессоры по всей видимости ведущие звездочки направляющий колесо также здесь вот пулемет представлен ствол пулемета что интересно даже уже наверно сейчас на камеру это не видно но как обычно в конце приложу фотографии здесь пулемет уже рассверлен уже сделан отверстие на стволе что очень конечно приятно вот опять же качество все очень четко пролито никаких косяков я не вижу очень здорово очень здорово все сделано надеюсь в сборке все это будет так же здорово собираться так что еще у нас осталось в коробке ну это декаль декаль небольшая так на самой декали тут мы видим кресты ну и тактические обозначения в принципе в принципе и все сама декаль достаточно хорошо все пропечатано все четко аккуратно подложечку буквально еле заметно но пока вот выглядит неплохо хотя не знаю я когда-то собирал модель истребителя американского по 40 там декали были конечно дубовые несколько долго пришлось их приваривать надеюсь здесь будет по-другому так и последнее что у нас осталось это схема окраски так схема окраски схема окраски правда черно-белая вот но в принципе так данный окрашивался в один цвет это серый танковый немецкий поэтому здесь особо показывает и нечего в цвете вот значит первый вариант это у нас данная 6 танковая дивизия 1940 год Франция и второй вариант это опять же 6 танковая дивизия 1941 год россия пожалуй все что могу сказать первое впечатление конечно меня очень радует достаточно здорово все пролито очень качественные отливки никаких утяжин или недоливов или еще чего-то облое я не увидел надеюсь модель будет также приятной сборке вот ну а далее будут фотографии на этом я с вами прощаюсь до новых встреч всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч 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 до новых встреч